До Максима Виторгана у Ксении был еще один потенциальный муж, бизнесмен Александр Шестерович. Молодые люди встречались год, а потом объявили о помолвке. Свадьбу планировали играть на широкую ногу, платье от Юдашкина, яхта, дворец Стрельня. Но за несколько дней до церемонии торжество отменили. Причина так и осталась в тайне, пресса писала, что против союза выступали родственники жениха, хотя невеста уверяла, что ей просто захотелось независимости. Дженнифер и Бен познакомились на съемках фильма Джильи. Роман завязался сразу и продлился два года. Поклонники прозвали пар Беннифер, пресса пристально следила за молодыми, и внимания у них было хоть отбавляй. Актера задевало прозвище мистер Лопес, ему не нравилось давление журналистов и тот факт, что на фоне амбициозной невесты он смотрелся не слишком выигрышно. Это привело к неприятным последствиям, за час до свадьбы Аффлек потребовал отмены торжества. Роман пары продлился еще несколько месяцев, пока Бен не ушел к другой актрисе Дженнифер Гарнер. Спустя много лет Дженнифер поделилась в мемуарах, что уход возлюбленного стал для нее большим ударом, когда Бен предложил мне расстаться, не выдержав давления прессы и фанатов, я почувствовала себя так, будто мое сердце вырвали из груди. Восторгу поклонниц сумерек не было конца и края, когда стало известно о романе героев саги в реальной жизни. Сплетники обсуждали, где и когда пройдет помолвка, даже делали ставки. Но торжество не состоялось, пара распалась весной 2013 года, и причиной стала неверность невесты. Кристин неоднократно замечали в объятиях режиссера «Белоснежка» и «Охотника» Руперта Сандерса, и, видимо, терпению Патисона пришел конец. Брэд и Гвинет познакомились на съемках фильма «Семь», на площадке у них завязался бурный роман. У пары даже стиль в одежде в то время был одинаковым. Предстоящая свадьба двух секс-символов казалась событием года, но Брэд с Гвинет неожиданно разошлись. По слухам, причиной стала неверность невесты. Она якобы закрутила роман с коллегой Джоном Ханна на съемках «Осторожно, двери закрываются». Крепкий союз российской теннисистки и славянского баскетболиста разрушился из-за сильной занятости спортсменов. В октябре 2010 года Мария обручилась с Сашей, но карьера стояла на первом месте у обоих. И пока менеджеры спортсменов согласовывали удобную для обоих молодых дату, те пропадали на тренировках. В конце концов Мария разорвала помолвку, устав от отношений на расстоянии. Как отмечала теннисистка в интервью, расставание далось ей непросто. Иронично, но еще до съемок фильма сбежавшая невеста Джулия уже убегала с венчания. Потерпевшим оказался Кифер Сазерленд, с которым актриса начала встречаться после совместной работы над фильмом «Коматозники». За несколько дней до свадьбы Роберт сбросила актера и ушла к его другу, Джеймсу Патрику. Позднее в ток-шоу 24 Кифер признался, что уход Джулии был болезненным, но полезным уроком. Американская актриса и французский миллионер никогда не были в стабильных отношениях, пара то расходилась, то снова сходилась. Запланированная свадьба не состоялась, постоянная занятость обоих и жизнь в разных странах помешали умея Арпату сохранить отношения. Ситуацию не спасло даже рождение дочери Роза Линды, ума все равно существовала в режиме бешеного рабочего графика. В декабре 2012 года хоккеист сделал предложение Марии Кириленко. И казалось, в отношениях пары все было хорошо, девушка даже переехала в Америку, где тренировался Овечкин. Но нет привыкшей к свободному образу жизни Александр при первых сложностях уехал отдыхать в Сен-Тропе с друзьями и гимнасткой Каролиной Севастьяновой. Помолвка была сорвана. Текст Анны Челновафото, Гетто Имиджес, Персона Старс, Старфос, Лиджин Мидиа.